МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пора дачу приводить в порядок после зимней спячки. Что берем с собой? Лопата, грабли, цветы в гашках, пара мешков свежей земли, краска для домика, да еще и выпить, и закусить, не забыть погрузить. Но как же все это упаковать в машине, чтобы выжить в пути? Первая попытка под руководством инструктора. Мелкие острые предметы лучше упаковать в ящики или пакеты. Тяжелые предметы как можно ниже, чтобы сиденья их затормозили, не дали набрать скорость при торможении или столкновении. Самые тяжелые, например, ведро с краской, поставьте на пол за сиденьем и сиденьем зажмите. Случить что, они не ударят вас по голове. Вот как мы все старательно, профессионально упаковали. Что ж теперь-то может случиться? Вот и давайте посмотрим. Симулируем лобовое столкновение с деревом или со столбом на скорости в 50 км в час. Видите, спинки задних сиденьев погнуты, но пассажиры и водитель не пострадали. Но кто же из нас грузит машину так методично, как инструктор автомобильного клуба? Особенно, когда солнышко светит и на природу охота. И вот вторая попытка. Она, к сожалению, ближе к реальности. Задние сиденья только мешают. Тещу-то на дачу с собой сегодня не берем. Давайте положим их, больше места будет. Но это ошибка. Спинки сидений дополнительная защита. Ладно, времени нет раздумывать. Валим все в машину, потом разберемся. И вот что из этого получается при тех же 50 км в час. Незакрепленные предметы летят вперед. Масса за счет скорости увеличивается в 30 раз. Пятикилограммовое ведро с краской весит уже 150 кг. Передние сидения сломаны. Водитель и пассажир получили тяжелейшие травмы. Хорошо еще, если живы остались. Мерзкая картина. Поэтому, пожалуйста, правильно закрепляйте груз. Лучше потерять 15 минут, чем здоровье или даже жизнь. Удачи вам и хорошего отдыха на даче. Вот этого не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...